Всем приветики, дорогие друзья! Как ваше ничего? Надеюсь, что ничего плохого, как минимум. Вообще, хочется, конечно, услышать от вас в комментариях или как-нибудь лично, или в директе, что настроение у вас отличное, и что мои видео вам немножко помогают. Мистер Кот вот тоже старается помочь всем, чем может. Своим пушистым хвостиком. Короче, весны хочется, поэтому сегодня мы разбираем коробочку Кругина Бокс Spring Inside. Это коробочка-сборник ништячков. Бьюти ништячков. И здесь как новинки бьюти рынка, так и уже полюбившиеся бестселлеры, которые иногда мы забываем в силу все время обновляющегося рынка. А потом ты думаешь, черт возьми, зачем я ищу маску, если у меня есть проверенное на 100% уже 100 раз. Мистер Кот, ты хочешь сделать коктейль? Настроение Тропикана или настроение Мохито? Короче, возвращаемся от коктейлей коробки. Здесь очень красивая открытка. У меня уже одна такая есть, вот тут висит. Будет вторая висеть. Марочки тоже весенние, красивая девочка здесь с розовыми волосами. В общем, давайте уже скорее открывать коробку, потому что Мистеру Коту, конечно, не терпится. Сейчас все зашуршит. И, конечно, Мистеру Коту надо будет быть только крутой. Ну, собственно, карточка, газета. Здесь вот я в цветастом платье. Обожаю летний платьев цветочек. Здесь все условные обозначения, что для чего. По каждому продукту очень расписано хорошо, и вы быстренько разберетесь. Вот прям вот все-все-все-все-все здесь поставлено. Большая очень коробка. В ней много полноразмерных продуктов и увесистых миниатюр. Короче говоря, покупая коробки в такой категории, в Кригинобокс, вы получаете некий срез по бьюти-рынку из клевого. И можете уже сами все попробовать, протестировать, найти те продукты, которые вам подходят. И уже от миниатюры, к большатюре, осознанно идти и делать покупку. И таким образом расширить свой кругозор в средствах. Поехали! Первые продукты у нас в коробочке. Оба полноразмерные, оба от меня. Это конкрет в оттенке Beige и Texture Master Liquid. Давайте начнем с конкрета Beige. Новенький не буду открывать. Открою тот, который у меня уже есть. А новенький кому-нибудь подарю. Ты такой, почему ты такой хорошенький? Я не могу на тебя, ты смотришь своими глазенками желтыми на меня. Лапки сложила сидит. Как снимать? Итак, конкрет Beige. Как вы можете использовать его? Как и все конкреты, абсолютно мультифункционально. Выдавлю немножко на руку и покажу вам несколько самых классических приемов. Beige это базовый оттенок. Классный, как румяна. Очень нежный, такие, видите, прям baby face румяна. Такие прям пастельные-пастельные. Это хороший оттенок для губ. Если вы любите светлые помады, и если вы, например, делаете smokey eyes, это хорошее дополнение. Вот у меня сейчас был накрашен Pitch, я немножко добавила сюда Beige. Видите, губы сразу стали посветлее. Точно так же вы можете использовать на глаза. У меня здесь Pitch и Metal Eyes, но давайте сюда добавим. Макияж станет более пастельный. Такой очень нежный. И на весну прям очень красивый. Это еще очень хорошая база под тени светлые. Например, вы наносите конкрет на веки и сверху наносите тени какие-нибудь из палеток, которые у вас наверняка складируются. Это будет как отличная подложка. Классно разбавлять помады и делать их светлее. Очень классно точно замазывать какие-то штучки на лице и сверху убирать их тональным кремом. То есть использовать конкрет Beige как корректор. Но в целом это как и мультифункциональные все конкреты, это очень сам по себе еще мультифункциональный цвет. Вот он в этой коробочке полноразмерный. Второй полноразмерный продукт это Texture Master Liquid. Это вообще супер вещь. Вот такая вот бутылочка с прозрачной жидкостью с пипеточкой. Она, во-первых, спасает любой продукт. У вас высох, например, конкрет, вы капельку добавили, и он у вас снова живее всех живых. Плюс он делает конкрет прозрачнее, если вы этого хотите, как бы разбавляет его. И если вы хотите сделать конкрет менее пигментированным, может быть, вот с Beige это не актуально, а с каким-нибудь красным, почему бы и нет. Вы можете его разбавить, и у вас получится такой ягодный тонкий оттеночек. Помимо этого, Texture Master Liquid это пластик корректор. Вы берете плоскую кисть, какую-нибудь вот такую, например, обмакиваете чуть-чуть в Texture Master. Обязательно сухой салфеткой проходите, чтобы не было слишком много Texture Master на кисточке. И вот, например, рисуете стрелку, и у вас там какая-то линия неровная. И вы так берете, и так вжух, и как ластиком убираете все лишнее и выравниваете стрелочку. Потом все снимаете на салфеточку, и еще раз. И так можно подчищать очень классно макияж, очень классно выравнивать контур губ, и какие-то детали вот так прорабатывать. Для тех, кто любит стрелки, Texture Master это очень крутой помощник. Главное его чуть-чуть, потому что его должно быть только немного на кисточке. Если он пойдет на саму стрелку, он ее просто растворит, и тогда у вас стрелочка поплывет. А ваша задача именно эффект пластика создать. Еще один важный лайфхак о оживлении любых высохших продуктов. Вот засохла у вас тушь, капельку Texture Master туда, и поверьте, там еще столько туши. Главное, только капельку добавляйте, лучше потом еще добавите. Потому что текстура может стать слишком жидкой, если вы туда вылите целую кипятку, и такая жидкая тушь, она уже не даст вам объем. А вот если вы хотите сохранить все ее свойства, просто капельку добавляйте вот так. Потом, если вы грохнули какой-нибудь хайлайтер, что часто с хайлайтерами, согласитесь, происходит, вы что делаете? В грохнутую палетку добавляете Texture Master Liquid, размешиваете шпателем все это в кашицу, утрамбовываете и даете просто продукту высохнуть. И вы дальше можете продолжить пользоваться продуктом. А еще вы можете стирать какие-то детали, например, вы хотите мейк переделать, можно стереть стрелочку Texture Master, потом припудрить и снова накрасить какой-то другой мейк. В общем, в коробке полноразмерный этот продукт, потому что очень я хочу, чтобы вы с ним познакомились. Это прям незаменимая такая спасалка. Кстати, если вы работаете аэрографом, конкреты офигенно подходят для аэрографии. Вы разбавляете в какой-нибудь емкости конкрет вместе с Texture Master Liquid вот с этим, и потом уже заливаете в сопло аэрографа и работаете конкретом в технике аэрографии. Вот такой получается результат. Попробуйте обязательно и бодиарчики. Я вам хочу сказать, что вы должны познакомиться с конкретами и с Texture Master Liquid. Ну и в целом, да, если сложить стоимость этих двух продуктов, она как вся эта коробка. Поехали! Первый продукт у нас в коробочке. А вен... Вот он. Двухфазные средства для снятия макияжа. Здесь две фазы. Одна чуть розовенькая, другая прозрачная. В полноразмерном выглядит вот так. Я надеюсь, что все вы знаете, что двухфазное средство нужно встряхнуть и только потом не носить. Вот как раз, кстати, на примере конкретного на моей руке могу показать, как классно снимает макияж. Подходит для чувствительных глаз, для тех, кто носит линзы. Очень много работает за компьютером, потому что средство очень щадящее. Конкрет водостойкий, поэтому сразу плюс два к ловкости, что это средство снимает водостойкий макияж. Успокаивает кожу и очень хорошо увлажняет еще кожу вокруг глаз. И очень маленький расход. Его немного надо, чтобы смыть макияж вот такой вот какой-нибудь нейтральный. Я думаю, что более чем хватит такой миниатюры для того, чтобы вы прям распробовали. Здесь 20 мл, и она очень хорошенькая по дизайну, так приятно ей держит в руках. Еще одна демакияжная малепуська. Best of Beauty. 25 лет, представляете, розовой мицеллярной воде Биодерма в этом году исполнилась. Я прям обалдела. Вроде мы про мицеллярную воду совсем недавно, лет 7 начали говорить, а Биодерма уже вот 25 лет на рынок вывели такой офигенный продукт. Вот у меня либо такая, либо с зеленой крышечкой. Зеленая крышечка, она себорегулирующая. Какие главные фишки у мицеллярной воды Биодерма и почему она завоевала весь мир? Во-первых, потому что у нее очень удобная бутылка. Не вытекает никак. Здесь классная крышка, очень крепкая. Она ни разу у меня не открылась ни в багаже, нигде. И ни разу не протекла. Это вот прям факт от первого лица, говорю. Второе, это, конечно же, эффективное очищение. Она смывает... Все она смывает. Я конкретный, даже очень яркий, отмываю этой мицелляркой и вообще не парюсь. Даже при снятии достаточно тяжелого макияжа и большой вот этой вот возне ватными дисками кожа не раздражается. Наоборот, кожа прекрасно подготовлена к дальнейшему уходу. Мицеллы, которые захватывают загрязнение, я всегда про них рассказываю, что это как Пэкмен. Вот там такой типа чик-чик-чик-чик-чик ест какие-то штучки. Вот мицеллы также захватывают загрязнение и не нарушают гидролипидный слой кожи. Ну, просто очень интересовательная миниатюра. Какая-то аптечная бутылочка с волшебным эликсиром. Я буду брать с собой в путешествия. Еще один продукт в нашей безборной бьюти-солянке из категории Best of the Best. Сухой шампунь Батист. Это оригинал, самый классический. Полноразмерно выглядит вот так. Ну, короче, точно так же. Старший брат, младший брат. Батистов куча в линейке. На любой вкус и цвет, короче говоря, есть свой сухой шампунь. Я использую, например, для себя блонд и вот этот оригинал. Я все время пробую сухие шампуни. Мне очень нравится этот продукт. Я вообще не представляю себе, как мы раньше жили без сухого шампуня, потому что благодаря этому вот этой укладке три дня. Главное, что в использовании сухого шампуня хорошо его прочесать. Очень хорошо. Максимально хорошо. Всегда уделяйте этому внимание. Я использую его для текстуры, чтобы освежить текстуру. Вот хорошо встряхиваю, такими легкими движениями наношу на длину и встряхиваю локон. И тогда он становится легкий и укладки дольше сохраняются. Поэтому сухой шампунь классно использовать не только у корней, но и на всю длину. Следующий продукт у нас в коробке. Смотрите-ка, мы по термальной воде так как хорошо пойдем, чтобы всем, у кого чувствительная кожа, дать возможность найти своих любимцев. Урьяш от Эрмаль. Это увлажняющая сыворотка. Такая вот клевая миниатюра с помпой полноразмерно. Она выглядит точно так же, только большая. И я ее оставила в офисе и не могу туда попасть, потому что у нас самоизоляция, друзья. Но она выглядит точно так же, просто большая. Это сыворотка максимального восстановления с поющей помпой. Она нам спела песенку приветственную. Гелеобразная текстура, очень легкая, очень классно увлажняет. Можно использовать как самостоятельное средство для увлажнения, можно использовать как продукт дополнительного увлажнения под крем. Зависит от того, что у вас с кожей и насколько вы чувствуете себя сухо. Я, конечно, надеюсь, что вы хорошо проветриваете свои квартиры, но в целом воздухосвеживание не так много. Кожа сохнет от этого, батареи нас жарят. Я сама дома 15 раз в день открываю все окна, потому что мне просто физически невыносимо становится жарко. Чтобы как раз-таки не пересохнуть во время домашнего всего периода, увлажняйтесь, увлажняйтесь и еще раз увлажняйтесь. В общем, это базовая увлажняющая сыворотка, которая абсолютно для всех типов кожи подходит, потому что подходит даже для самочувствительной кожи. Если подходит самочувствительной, значит подходит всем. Урьяш я вам уже показывала в других видеоуроках. Это самая моя любимая вода. Я очень многих брендов люблю термальную воду, но вот этой прям звездочку готова дать отдельную. Далее идем. Биби-крем. Это Зинтон. И это как раз-таки в категории новиночки, видите, индустрии, которую вы можете попробовать и расширить свой кругозор по брендам. Здесь миниатюра. Полноразмерно он выглядит вот так. С этим брендом я в предыдущих коробках вас уже знакомила. Очень мне понравился этот бренд. Хочу вас с ним знакомить чаще. Очень классный биби-крем. Очень легкий. Классно, кстати, вам сейчас вот дома будет краситься. Потому что прям как крем обычно его наносите, он очень хорошо увлажняет. Вообще, смотрите, у меня рука просто идеальная рука. Как будто бы ее в фейстюне подзатерли, да? Короче говоря, отфотошопили только что биби-кремом руку. Не могу наглядеться. У него достаточно нежирная текстура. Очень податливая. Классно наносить именно пальцами от теплых пальчиков. Очень легко растушевывается. Прямо так, как немножко даже маслянисто. А потом встает и очень крепко держится. Достаточно стойкий. Мне очень понравилось использовать его вот в качестве просто такого мейка для дома, когда нужно чистое лицо. Ой, колпачок, колпачок. Да не строкота. Короче, этот биби-крем может быть как самостоятельным легким покрытием, так очень хорошей основой под достаточно плотный тон. Потому что на него, как на праймер, очень классно тональные средства в дальнейшем умоложаться. Мне понравилось. Плюс у него очень много ухаживающих компонентов в составе. То есть, по сути, это увлажняющая сыворотка, ухаживающая, восстанавливающая кожный покров с цветом. Клевый вариантик. Особенно для ежедневного базового макияжа. А еще мне понравилось, как по нему конкретный растушевывается. Вот так вообще прям. Я очень хотела, чтобы в этой коробке был какой-то весенний аромат, но сейчас у него очень двоякое получилось значение, потому что это босс, и называется он Alive. Босс Alive – это я. Мне кажется, так вот должна выглядеть вакцина от коронавируса. Вот в такой вот упаковке. Просто пшик-пшик-пшик, и все Alive. Здесь, в общем, миник. Ароматы – это всегда классно, это атмосфера. Это что-то новое. Он такой сладенький, у него цветочные нотки, древесные есть. Вот мне даже показалось, что он как будто яблочком пахнет. Яблочком, ну и вот какой-то смородиной, ягодкой. В общем, очень такой весенний аромат в персиковом цвете. Красивенький. Мне очень нравится дизайн, что здесь ничего нет. Alive и все. Вообще ничего. Просто золотые бока есть. Alive и точка. Даже без точек. Следующий продукт у нас в коробке. Большой и пузатый. Это Endola. Это текстурирующий спрей. Вот здесь хороший travel size. 100 как раз-таки миллилитров. Полноразмерно. Традиционно выглядит точно так же, только большой. Встряхнуть хорошо. И вот очень классно текстурировать вот подобную укладку. Такая текстурка от него получается достаточно легкая. Если у вас волосы очень быстро теряют объем, вам такой спрей надо. Встряхиваете. Пальчиками разбираете. И текстура будет держаться очень-очень долго. Это спрей, идеально подходящий для модных небрежных укладок. Всяких вот beach waves. Строим из себя подружек серфера. И если у вас не получились локоны, вот вы, например, там голливудскую волну планировали себе сделать, и что-то пошло не так. Локон какой-то ломанный, неровный. Что вы делаете? Бросаете голову вниз. Печалитесь две минуты, потому что у вас не получилась укладка, на которую вы час потратили. А потом берете текстурирующий спрей, забрызкиваете всю длину и корни. Хорошенько встряхиваете. Потом вжух так назад. Так чик на пробор. Такая прям джейло получилась. Текстурирующий спрей исправляет любую неполучившуюся укладку с локонами. Из текстурированных локонов вы можете клевые хвосты, низкий хвост. И вот здесь вот с объемом собрать. Высокий хвост. Мягкий пучок и такая фигах. У вас тут чуть ли не свадебная прическа уже. Текстура на волосах с локонами дает вам огромную свободу. Вот я сейчас здесь заколкой заколю и у меня фигах и прическа. И мне, кстати, еще что нравится, что у него есть фиксирующее свойство, но очень легкое. Не люблю, когда текстурирующий спрей потом не дают вот прочесать локон пальцами. Когда вы можете проходиться вот так вот пальчиками, даже после применения текстурирующего спрея, значит, у него фиксация очень легкая. И такая укладка реально продержится еще несколько дней. Утром встанете, встряхнете голову и у вас укладка, как будто только что сделана. Как сегодня сделала я, кстати. Ну и сразу к волосам, не отходя от кассы. It's my bubbles, резиночки. Резиночки нам, конечно же, всегда нужны. Резинки, пружинки вообще незаменимая вещь. У меня там и в душе они везде по дому разбросаны, и во всех косметичках лежат, и во всяких спортзальных наборах лежат, потому что я собираю себе хвостики с помощью пружинок. Особенно, если нахожусь, например, на тренировке или дома, потому что пружинки не вставляют заломов, что мне очень-очень сильно... О, любитель резинок пружинок пришел, самый главный, уже на охоту. В общем, они, короче, маленькие, достаточно крепкие. Даже на два оборота, в принципе, уже вот, держит. В наборе три штучки, полноразмерная маленькая такая приятность. При регулярном применении эти резинки немножко растягиваются, но чтобы она снова приобрела вот такую форму, вы ее просто залейте горячей водой кипточкам. Она такая... И обратно вот в это колечко. Следующий продукт у нас в коробке. Это как раз-таки то, с чем можно вас познакомить. Я специально хочу показать вам, что миниатюра... Я так люблю вот эти детальки. Миниатюра в отдельной треугольной коробочке. Не треугольной. Трехгранный. И полноразмерный продукт такой же. Прикиньте, как классно. Это же надо было запариться и реально такую миниатюру делать. Очень клево. Это Бьютифик. Крем-энерджайзер против усталости кожи. С эффектом сияния. Очень нежная текстура с легким таким рассеивающим свет эффектом. Увлажняющая кожа начинает как будто бы, вот знаете, как будто она росой покрыта. Здесь есть россыпь светоотражающих частиц еле заметных, которые придают коже такое очень красивое жемчужное сияние с эффектом очень здорового. Чуть влажной кожи. Очень клево как праймер. Как такой универсальный увлажняющий крем с подготавливающим к макияжу эффектом. И он очень быстро впитывается без липкости, без ощущения какого-то слоя. Прямо будет вообще очень комфортно. С легким ароматом таким сладковато-кисленьким. Какие-то ванильки там. И вот что-то такое еще кислиночка какая-то как яблочная есть. Но аромат быстро рассеивается. Доставляет только вот эти приятные ощущения во время нанесения. Короче, very, very nice. Рекомендую. А вот следующий продукт. Это Best of the Best. Это Kiehl's Overnight увлажняющая маска, которой я готова дифирамбы петь. Это вот как раз-таки та маска, про которую я говорила в самом начале. Все время пробую новинки. Пробую, пробую, пробую. И тут недавно меня осенило. А что пробую, если я свою любимую ультрафейшл вообще-то как-то давно не делала? Волшебная маска. Она реально лицо пупсика делает к утру. У нее очень большая банка. Ее расходовать прям экономно можно. Потому что много ее не надо. И реально вот одной такой банки надолго хватает. Маски Kiehl's очень активные. Ну вот. Мистер Кот, давай, садись сюда. Маленькой миниатюры вам тоже надолго хватит. Я потом из большой доливаю сюда и вожу с собой в дорожных косметичках. Это очень удобно. Все маски Kiehl's достаточно интенсивные. И они чувствуются на лице. И вот эта маска может немножко покалывать сначала, когда вы только ее нанесли. Но это проходит. А потом она просто у вас как жирненькая пленочка остается на лице. Вы оставляете ее на ночь и с утра просыпаетесь пупсиком. Она очень хорошо увлажняет, расправляется какие-то вот эти мелкие морщинки. А вот эти шелушения, она вообще идеальна для тех, кто страдает шелушениями кожи. Просто прям number one маска. Плюс, несмотря на то, что это ночная маска, ее можно использовать и как обычную. Потому что она действует достаточно быстро. Конечно, за ночное время это будет пролонгированный эффект. Кожа прям накопит влаги. И она такая прям, как наливное яблочко будет. Но с другой стороны, если у вас нет времени, вы можете точно так же использовать ее, как обычную маску. Еще одна маска. Это как раз таки на познакомиться с брендом. Бренд, который сравнительно недавно на российском рынке. Это Double Day. Oh my God. С очень прикольными масками, всякими разноцветными. И вот эту я называю костюм Дэдпула. Потому что она красная, как помидорина будет засидеть. Это тканевая маска. Очень щедро пропитана таким тягучим составом. Прилипает хорошо. Я бы даже сказала, фиксируется на коже. Это увлажняющая маска. Она снимает воспаление, успокаивает кожу. Упругости ей добавляет за счет того, что кожа влагой наливается. И выравнивается тон, выравнивается рельеф. Тон выравнивается за счет легкого отбеливания и сглаживания вот этих вот мелких каких-то цветовых переходов на кожу. Благодаря тому, что есть в составе мутинулитки. Он же является хорошим увлажнителем и накопителем влаги для кожи. Плюс она красная не случайно. Там экстракты 8 красных растений. Давайте перечислим все красные растения, которые мы знаем. И в принципе это будут они. Гибискус, роза, томат, гранат, камелия, ягоды лимонника, они красные. В общем нанести на 10-20 минут. Вы прям полное прилегание обеспечите себе. Будьте добры, все пузырьки оттуда поубирайте. В идеале прилягте, чтобы маска сама давила и проникновение компонентов было лучше. И после этого ее можно не сливать, а распределить остатки сыворотки по лицу. Если никуда не собираетесь, а вы скорее всего никуда не собираетесь, как и вся страна, вполне можно себе и позволить не смывать сыворотку, походить с ней долго или лучше даже лечь спать. Еще одна клевая, быстрая, гидрогелевая, очень эффективная маска. Это Salis Box. Она из двух частей состоит. Из гидрогелия, как я уже сказала, очень щедро пропитанная составом. Прям очень щедро. Я бы даже сказала, что с ней можно больше, чем обычно потусоваться, например, минут 20, потому что там очень много сыворот. Пускай работает. Все на себя. Увлажнение, восстановление, сияние, выравнивание рельефа. Классический набор, но действительно эффективный. Мне прям понравилось. Я вот сколько масок леплю на себя. Мне кажется, уже да все ж перепробовала. Нет. Все появляются те маски, которые я еще ни разу не наносила на лицо. И вот как раз-таки это была одна из них. Недавно ее попробовала. Мне понравилось. Очень даже нанести две части, да, подстроить под свои контуры. Убрать все пузырьки. Можно еще каким-нибудь роллером, например, кварцевым покатать эту масочку. И полежать с ней, побалдеть. Минут 20 можно полчаса. Можно не смывать. Можно просто также распределить остатки сыворотки. Там очень много сыворотки. Там керамиды, красные водоросли. Экстракт розмарина, опять же, да, как естественный антиоксидант. Экстракт мяты. Я даже рекомендую вам снять маску, нанести на шею, полежать еще. Пускай шея повлажняется. И вот так вот можете спускаться, пока она полностью не высохнет. Вот. Закончили мы с еще одной большой коробкой, дорогие друзья. Добро пожаловать на наш сайт krygina.com. Вы можете там отслеживать все новинки, новые боксы, конкретики, новые продукты. Бренды, которые я там лично отбираю и в исключительном порядке завожу на этот сайт. И будьте подписаны на нашу рассылку, потому что в рассылках те, кто участвует, те получают много бонусов, узнают всю информацию о специальных акциях, о выходах новых krygina.box самыми первыми. Так что подписывайтесь. Буду отправлять вам там рассылочные приветики. Короче говоря, спасибо большое за внимание. Надеюсь, что у вас цветут цветы в душе, так же, как у меня тюльпаны в базе. Если вдруг вы думаете, что это крафтовый пакет, это база. Керамика, если что, это такой пакет клевый. В общем, весеннего вам настроения. Проводите время классно, используйте интернет в качестве новых возможностей, новых знаний, нового вдохновения. Мечтайте, планируйте. Скоро весь этот кошмар закончится. И нас ждет с вами море, солнце, пляж, серфинг. Цветы, которые снова можно будет трогать ручками, бегать по зеленым полянкам, ныряйте в море и обниматься со своими близкими людьми и друзьями. Не хандрите и давайте-ка бодрячком и улыбочку. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok